всем привет с вами михалыч друзья мои очень много вопросов по поводу того что бывают такие моменты что отказывает катушка отказывается работать смысл заключается в чем то есть вот смотрите мы включаем генератор сам да включаем вот допустим да режим там во времени какой-то у нас должна загореться лампочка синенькое время которое идет и вот это вот лампочка которая показывает нам что есть питание у нас да вот и не горит не должна гореть вот эта лампочка нет резонанса понимаете то есть если человек включает прибор включается вот это вот дело и у него горит вот эта лампочка независимо от всех остальных вот этих вот положений вот этих лампочек если горит красная лампочка значит нет резонанса значит катушка не работает либо не работает сам генератор либо не работает катушка но чисто из практики мне еще никто не писал о том что у них перестал работать сам генератор как правило беда заключается в следующем вот смотрите вот эти вот провода у нас как выполнена катушка вот эта вот пластмассовая сама оболочка, она склеена закрыта, так ее открыть практически невозможно, я пытался приходится взламывать мы когда пользуемся катушкой вот в этом месте у нас частый перегиб происходит проводов и какие бы провода сюда не ставили и такие вот, и вот такие вот провода понимаете, они все равно подвержены как бы износу и если частые перегибы происходят через какое-то время, у нас происходит здесь обрыв или слом вот этих вот самых проводов нет контакта, в этом случае у нас как раз будет гореть вот эта вот лампочка, вот ясно, да? что нет резонанса что делать в данном случае друзья, вы вот спрашиваете куда отправить чтобы отремонтировать можно отправить конечно на завод изготовитель, но как правило это ломается больше чем через год гарантия прибора год, да? то есть у вас уже гарантии нет никто вам это не отремонтирует за бесплатно прикиньте себе вы отправляете в Тольятти какое время пройдет сколько времени они там будут заниматься вы еще заплатите за этот самый ремонт за переправку туда-сюда обратно и у вас вылезет приличная сумма я считаю, что это бесполезная возня делается все достаточно просто у меня вот случилась такая-то беда в катушке уже четвертый год вот этой вот вот смотрите видите, что я здесь сделал значит я вскрыл вот это вот самое положение да у меня обломилось именно вот здесь вот в этом месте открыл вот это вот сначала обрезал аккуратненько снял замерил обрезал провода замерил вот здесь вот оказалось, что обрыв у меня гораздо глубже получился если он у вас вот здесь вот где-то то можно аккуратненько вот эту вот пимпочку ее срезать так-так и открыть и докопаться до места слома как это проверяется вы вот это скажем так обрезаете провода да вот в этом месте где-то близко прям максимально к ней надо обрезать потому что слом может быть либо вот здесь вот либо он вот из-за изгиба вот самой пимпочки может быть глубже быть вот у меня вот второй самый худший вариант произошел но если у вас вот здесь вот в этом месте то есть у вас есть еще как такое вот расстояние небольшое вы зачищаете аккуратненько эти провода подпаиваете здесь вот кусочек убираете чтобы как говорится не напарутся на очередное место сломано тоже зачищаете и подсоединяйтесь припаиваете эти концы к этим двум концам включаете вот сюда в генератор включаете и если у вас загорается то есть при включении скажем так таймера вот так все срабатывает и эта лампочка гаснет красная а две синенькие эти горят значит все нормально значит вы правильно сделали эту операцию дальше дальнейшая задача хорошо заизолировать это дело и продолжать пользоваться но у меня еще раз говорю у меня слом получился прямо под самый корешок мне пришлось вскрывать вот эту вот штуку вскрывал ну чем нож там все подручные дела пошли как говорится в горы но надо быть осторожным значит внутри что здесь у нас фанерка кругленькая да на ней с одной стороны намотаны вот эти вот две обмотки провода и выводы вот два конца там эти два вывода вот к ним подсоединяется этот провод то есть докопались аккуратненько до этого дела не сдвигая там ничего подпаяли эти кончики и я пользуюсь вот такая вот штучка термопистолет самый дешевый там равен 300 рублей что ли стоит вместе с этими с клеем и вот и все это дело залил как видите да залил вот этим вот делом этим самым клеем вот конечно эту катушечку впоследствии желательно не на голое тело положите на рубашечку скажем так ну как бы не пищевой продукт вот это вот все у нас получается что я делаю еще в данном случае поскольку вот смотрите вывод-то мы сделали но у нас опять-таки место самое конфликтное получается здесь оно остается понимаете то есть если как бы не зафиксировать вот это вот дело то здесь ну через тот же самый год или через полгода раньше или позже опять произойдет слом что я делаю я просто-напросто фиксирую вот эту вот штучку вот таким вот образом поскольку все равно к телу это прикладывать катушечку уже смысла нет то есть все равно через одежду так что это нам уже не помешает я вот этот провод укладываю сюда повдоль и вот здесь вот где-то даю ему возможность вот такого движения то есть он уже не будет ломаться на ту или другую сторону очень часто а просто-напросто будет иметь возможность какого-то перемещения вот не более того тем самым я еще более скажем так обезопасил себя от подобного рода дополнительные работы в ближайший скажем так период времени вот и все особо тут усердствовать смысла никакого нет все ну вот смотрите что то есть она вот таким вот образом даже если она вот здесь и обломится у вас будет разбег вот видите какое какой длины еще кусок то есть вы здесь спокойно зачистите сломанный конец удалите и все это дело опять-таки подпаяете и зафиксируете все вот она изолента это не мешает ничему в данном случае то есть спокойно работаю вот смотрите включим у меня это катушка все работает великолепно понятненько да вот опять-таки вот что самый интересный момент люди говорят по поводу того насколько они полезны насколько не полезны достаточно включить катушку достаточно включить катушку пёс сразу подползает как можно ближе ко мне он стремится лезть прямо на колени сюда но потом он понимает что надо лечь вот находится буквально 2-3 минуты и уходит все понимаете вот особенно реагируют на шипы вот на такие такую штуку понимаете то есть это о чем говорит о том что животные ну собак их не обманешь в данном случае собак, кошек они понимают что хорошо что плохо там где им плохо они никогда туда не придут вот смотрите включил катушку статики тут же собака подходит к ногам вот у нее диапазон действия 8 метров вот он хороший 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 какая прелесть молодец он как правило подойдет полежит пару минут 2-3 минутки потом встает и уходит ну вот и все видите вот и самое главное они четко знают сколько времени люди иногда там по 2 часа катушкой лечатся а этого как говорится не всегда нужно собак вот я говорю лежит 2-3 минуты вот и спокойно уходит ну ладно друзья мои если понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал задавайте вопросы по возможности отвечу если смогу ответить на эти вопросы всем всего доброго не забывайте